Всем привет, меня зовут Амир Касенов, я главный редактор информагентства Кастак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших двух дней. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайк этому видео, потому что чем чаще вы это делаете, тем активнее YouTube продвигает наши видео в своих рекомендациях. Поехали. Разыскивавшийся 11 лет по делу о хищении. Около 1 миллиарда тенге экстрадирован в Казахстан из Турции. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана. Он подозревается в хищении у строительных компаний около 1 миллиарда тенгеев, в том числе предназначенных для строительства больницы. Подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года, сообщил сегодня официальный представитель генпрокуратуры Дархан Джусюмбай. Он уточнил, что в настоящее время экстрадированный мужчина во дворю в следственный изолятор Астаны. Суд по делу Дикого Армана пройдет в закрытом режиме в целях безопасности. Суд по делу Армана Джумагильдиева по прозвищу Дикий Арман пройдет в закрытом режиме в целях безопасности в Алматы, сообщает пресс-служба городского суда. 21 сентября завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагильдиева, Кудайбергена и других лиц. Всего на скамье подсудимых находятся 45 человек в целях безопасности участников процесса. Рассмотрение уголовного дела переведено в закрытый режим, говорится в сообщении. Суд сообщает, что 10 потерпевших свидетелей подсудимых по делу ходатайствовали перед судом о проведении процесса в закрытом формате. Они заявили об опасении за свою жизнь и безопасность своих семей и близких. Им предъявлено обвинение в превышении власти или должностных полномочий. Статья 362 УК. Создание руководства и участия в организованной преступной группе. Это статья 262 Грабеже. Статья 191 Незаконном лишении свободы. Статья 126 Организация участия в массовых беспорядках в январе 2022 года. Статья 272 УК. Бандитизм. Статья 268 УК. Указано, что заявлено свыше 100 ходатайств участников процесса, в том числе об изменении и отмене мер пресечения подсудимым, о возврате и прекращении уголовного дела, о признании близких родственников защитниками, Главное судебное разбирательство назначено на 6 октября. Ну и отметим, что накануне один из подсудимых, экс-высокопоставленный сотрудник КНБ, заявил о том, что в ходе январских событий он получал прямые указания от Самата Абиша, родного племянника, экс-президента Нурстана Назарбаева. Самата Абиша, кстати, называли главным претендентом на пост президента Казахстана после Назарбаева. Активно говорили о том, что якобы именно его готовят в преемники, а Токаев якобы только транзитная фигура на посту главы государства. Но сейчас Самата Абиш под следствием. Накануне генеральная прокуратура сообщила, что он проходит фигурантом по делу январских событиях. Будем следить за этим делом тоже. Минздрав требует строго наказать жестоко избивших медиков в больнице Толгара. Произошел вопиющий инцидент в ЦРБ Толгарского района с совершением недопустимых насильственных действий в отношении медицинских работников, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Врядчили реаниматологи и медбрат получили тяжелую вечер в результате нападения агрессивных родственников пациента. Данным противоправным действием должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов. Нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападение на медиков, вмешательство в деятельность медицинской организации, которая оказывает медпомощь тяжелым пациентам, совершенно недопустимо и антигуманно, говорится в заявлении Минздрава. Как отмечается, на первом плане в системе здравоохранения всегда стоит безопасность пациентов и врачей и создание условий для оказания медицинской помощи больным. Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, вплоть до уголовной ответственности в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей. На сегодня будут обеспечены максимальные меры безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих. Приложены всевозможные усилия в борьбе за жизнь пострадавших медицинских работников. Желаем скорейшего выздоровления нашим коллегам, добавили в Минздраве. Инцидент произошел накануне. Сыновья умершего пациента жестоко избили медицинских работников. Врач-реаниматолог получил тяжелые увечья, оказался в реанимации. Нападавшие уже задержаны. И отметим, что в МВД пообещали дать правовую оценку бездействию охранников, которые не предприняли никаких мер для того, чтобы обезвредить нападавших. То есть не выполнили свои прямые обязанности. При этом, на самом деле, довольно чудовищном и диком инциденте. Депутаты из Ак-Тюбия остановили в пьяном состоянии за рулем «Лексус». Это новость из категории «Вот такие вот у нас депутаты». Депутаты из Ак-Тюбия Санью Муратову остановили в пьяном состоянии за рулем «Лексус», сообщают наши коллеги из издания «Диапазон». На улице Баишева сотрудники остановили автомобиль «Лексус», в котором управляла 53-летняя женщина. При проверке документов от водителя шел запах алкоголя. Позже провели экспертизу, которая установила, что действительно водитель «Лексуса» была нетрезвая за рулем. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения материалы передали в суд, сообщили в пресс-службе департамента полиции. Оказалось, что за рулем оказалась была депутат городского маслехата Санья Муратова. Ей грозит административный арест на 15 суток и лишение водительских прав сроком на 7 лет. «Диапазон» пишет, что Муратова стала депутатом в марте этого года. У нее семейный бизнес, она руководит фитнес-центром «Лайфстайлс». Санья Муратова состоит в постоянной комиссии по социально-культурному развитию и делам молодежи. Вот она научит молодежь нашей культуре, да? По информации на 20 сентября административный суд еще не вынес решение по этому делу. Депутат Муратова написал заявление в территориальную избирательную комиссию о прекращении полномочий. Согласно существующему порядку территориальной комиссии в маслехат поступило письмо. Решение по заявлению будут принимать на сессии маслехата, прокомментировал представитель городского маслехата Анар Доржанова. Можелесмен, депутат-можелес от партии Аманат Ерлан Саиров обратил внимание прокуратуры на роль младшей дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой в деле оператора РОП, сообщает пресс-служба партии. Справедливый Казахстан зиждется на правде и строгом соблюдении закона. Все должно быть в соответствии с законом. Как мы все знаем, ряд руководителей так называемого оператора РОП недавно были привлечены к уголовной ответственности. В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаевым. Но ни суд, ни представители генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса. Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность, сказал Саиров. Он добавил, что этот вопрос будет находиться на контроле Совета по противодействию с коррупцией при партии, а соответствующее письмо будет направлено в Генеральную прокуратуру. Напомним, вскоре после январских событий, 18 января 2022 года, была раскрыта вероятная схема вывода Алии Назарбаевой в 312 миллионов долларов из Казахстана. 19 января оператор РОП лишился права собирать утиль сбора. Эту компанию связывают с Алией Назарбаевой. Несмотря на громкое уголовное дело, дочь экс-президента не присутствовала на процессе даже в статусе свидетеля. Режим ЧС ввели в одном из сел области Абай из-за ситуации с сибирской язвой. В селе Житежар объявлен режим ЧС. У жителя села Житежар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание сибирской язвой. Пациент сдал ПЦР-тест и на данный момент заболевание не подтверждено. На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, сообщили в среду в пресс-службе Акима области Абай. Отмечается, что на данный момент на въезде в село Житежар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села. Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации. Напоминаем, сибирская язва не передается воздушно-капельным путем. Она может быть передана через употребление зараженной пищей или воды, а также через порезы или царапины на кожах. Призываем всех жителей района полагаться только на официальную информацию, добавили в обл. Акимате. Эколог Даниэр Халитов выступил против строительства атомной электростанции в Казахстане. Наверное, это вопрос гражданской зрелости наших граждан, имея в виду голосование на референдуме по АЭС или по урочищу Кокжи-Ляу. Не знаю, насколько возможно его провести у нас честно и открыто. Я, например, считаю, что нам не надо атомную станцию ставить, просто даже потому, что мы за весь период независимости не построили даже ни один ТЭЦ на угле. А тут хотим сразу атомную строить. Люди говорят, что у нас потребность будет, спрос на электричество и нам надо его покрыть и давать и строить станцию. А давайте не будем строить, снизим потери электроэнергии, давай возобновляемые источники будем развивать и это более надежно, сказал Халитов в интервью журналисту Асету Матаеву. Он обратил внимание, что общественный активист, эксперт в области энергетики Асет Наурсбаев сделал расчеты, согласно которым возобновляемая энергетика более надежна, чем одна станция в 3 гигаватта в одном месте, надежнее несколько станций, раскиданных по территории. Если у тебя встанет станция, у тебя ляжет вся энергосистема. Мы это увидели на примере МАЭК, когда отключилась ТЭЦ. Вся нефтянка просто встала, МПЗ перестали работать. И здесь вполне может быть то же самое. Если отключится АЭС, просто встанет вся энергосистема. Казахстан, сказал эколог. Также он обратил внимание на моральную составляющую. Как человек, который погрузился в эту тему, второй есть еще моральная вещь. Я, честно говоря, ни в коем случае не хочу своим детям и потомкам оставлять эти радиоактивные отходы. Неизвестно, сколько лет они будут за это платить, чтобы их содержать в законсервированном виде. Зная, что есть альтернативы, но они сложнее с точки зрения менеджмента, они дешевле, потому что тариф на АЭС что-то около 60 за киловатт-час, а у нас аукционы проходили в районе 15 и 60. Есть же разница, отметил собеседник. Матаев обратил внимание, что сторонники АЭС говорят, что альтернативные источники электроэнергии нестабильны. Солнце не постоянно светит, ветер не всегда дует. Я разговаривал со многими специалистами, они говорят, что в принципе это нужно, но не будет такой мощности, сказал Матаев. В ответ Халитов указал на то, что в мире есть страны, которые существуют только на 100% возобновляемой энергетики. В Европе закрываются атомные станции, солнца ночью нет, но есть ветер. Это всегда такая комбинаторика, которая через нормальное изучение и правильное расположение вполне жизнеспособная штука. У нас есть та же солнечная энергетика. Это же атомная энергетика, грубо говоря, это большой термоядерный реактор, который где-то далеко от нас находится и бесплатно светит. За это не надо платить, коза там промо, за топливо и так далее. Вот, пожалуйста, светит, бери и пользуйся. У меня такое отношение. Из того, что я долго изучал данный вопрос, и против, но пока у меня такое складывается ощущение. Чуть-чуть не то время накладывается еще сомнение, что мы можем такие вещи делать. У нас же ЛРТ стоит до сих пор, хотя там довольно просто было в строительстве. А если это АЭС, то вообще, сказал Халитов. Полностью интервью смотрите на сервисе YouTube. Также вот есть окошко для просмотра в этом материале. Ссылочка на материал в описании к сегодняшнему видео. И напомним, также Халитов сообщил, что воздух Алматы убивает его жителей и способствует распространению коронавируса, а также, что в Управлении здравоохранения города нет системных данных о связи качества воздуха с заболеваемостью. Кроме того, он отметил, что плохая экология тесно связана с бедностью. Вместе с тем, по его мнению, экологические пасты на везде в Алматы не выполняют в полной мере свои функции. Помимо этого, Халитов назвал ряд шагов по улучшению качества воздуха в Алматы. Также он считает, что рано или поздно, по примеру, Лондона ограничен въезд и нагородных автомобилей в центр Алматы. Вместе с тем, он призвал сохранить алматинское урочище Кокжайляо в первозданном виде. Представившегося коллаборантом обвинили в сепаратизме и дали 5 лет тюрьмы в Акмолинской области. 32-летний житель одного из районов был признан виновным в совершении уголовного правонарушения и сепаратистской деятельности. Осужденного приговорили к 5 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, говорится в судебном приговоре. Как установило следствие, подсудимый в сентябре 2022 года в чат-рулетке вступил в диалог с девушкой из Украины. В ходе беседы он умышленно пропагандировал нарушение территориальной целостности Казахстана. В частности, он сказал, что поддержал бы вторжение. Естественно, был бы коллаборантом, заявил во время разговора мужчина. На процессе подсудимый раскаялся, что совершил опрометчивый шаг. Он не думал, что запись будет выложена на YouTube. Добавим, что после выхода скандального эфира, вызвавшего возмущение общественности, мужчина записал повторно другое видео, где попросил прощения казахстанцев, утверждая, что его спровоцировали. А вы не ведитесь на провокации, хочется сказать, вот таким вот персонажем. Ну, собственно, такими были главные события минувших двух дней. Я желаю вам удачи и только хороших новостей. Подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео, лайкайте их. Это очень сильно помогает в продвижении нашего канала. Я желаю вам всем добра. Всем пока.